Приветствуем вас! Сайт floristics.org.ua предлагает ленивым и уставшим цветоводам отдохнуть и послушать вторую часть статьи, посвященную хостам, их выращиванию и уходу за ними. Как вырастить хосту в горшке? Хосты размножаются делением куста, семенами, а также методом черенкования. Для тех, кто предпочитает разведение хосты семенами, следует знать, что выращивание хосты таким способом зависит от предпочтенной обработки материала стимуляторами роста, замачиванием на полчаса в эпине, корневине, цирконе или соке алоэ, поскольку схожесть у семян хосты слабая 70-80%. Некоторые цветоводы для улучшения всхожести советуют прилегать к методу стратификации – выдерживанию семян в течение месяца в холоде. Второй очень важный фактор успеха – стерильность субстрата, в котором не должно быть бельков и других микроорганизмов, иначе сеянцы могут вырасти больными, поэтому субстрат лучше всего покупать в специализированных магазинах. В состав субстрата должны входить перлит, торф и вермикулит. В апреле-май в предварительно обработанный медицинским спиртом или раствором марганцовки горшок помещают слой дренажа, насыпают субстрат и хорошо его увлажняют. Затем рассыпают по поверхности семена хосты, присыпают их сверху слоем субстрата 5-7 мм толщиной, слегка уплотняют его и, чтобы сохранить влагу, накрывают горшок стеклом или пленкой. Во время прорастания температура грунта должна быть 18-25С, и тогда всходы появятся уже через 2 или 3 недели. Берегите сеянцы от прямых солнечных лучей, обеспечьте им умеренный полив, вовремя удаляйте конденсат. Семена не нуждаются в ярком освещении, поэтому держите их в легкой тени до появления всходов, но затем поместите их на хорошо освещенное место. Пикировать сеянцы в отдельные горшочки нужно после появления пары листьев. Сходы переносятся в почву, на четверть покрытую песком. Для увлажнения пикированных сеянцев используется нижний полив. Хоста в горшке помещается в глубокий поддон с водой и находится там до тех пор, пока не промокнет верхний слой грунта. Теперь сеянцы нужно закаливать. Снимайте на несколько часов пленку или стекло. Через неделю уберите покрытие совсем, а хосту выставляйте ненадолго на свежий воздух при условии, что температура будет не ниже 18 градусов. Имейте в виду, что сеянцы хосты развиваются очень медленно и вообще хоста, выращенный из семян, часто теряет сортовые признаки. Посадка хосты в саду. Перед тем, как сажать хосту, нужно выбрать участок, на котором ей будет комфортно. Помните, что хоста может расти без пересадки на одном месте до 20 лет и с каждым годом будет только красивее. Оптимальные показатели – полутень с защитой от сквозняков, но запомните, чем ярче лист хосты, тем больше на нем белых и желтых фрагментов, тем святолюбивее сорт. Пестрым хостам желательно расти вместе с затененным в полдень, но освещаемым солнцем утром и вечером. Голубые сорта нужно сажать только в тени, им будет достаточно двух солнечных часов в день. Чем гуще тень, тем медленнее растет хоста, но тем крупнее листья и выше куст. Почва хостам нужна влажная, богатая гумусом, нейтральная или слабокислая, с хорошим дренажом. Не любят хосты только песок и тяжелый суглинок. Лучше всего подготовить почву к весенней посадке осенью. По отведенному участку распределите слой органических удобрений толщиной в 10 см и перекопайте землю на глубину штыковой лопаты. Весне почва на участке будет готова к посадке. Посадка хосты в грунт осуществляется тогда, когда минует угроза заморозков. В наших широтах это конец апреля – середина мая. Лунки для рассады располагают на расстоянии 30-60 см в зависимости от сорта высаживаемого растения. Для гигантских хост расстояние между кустами должно быть 80-100 см. Если вы высаживаете в грунт рассаду из горшков, полейте ее за несколько часов до посадки. Если же вы совмещаете посадку с делением кустов, то удалите у деленок подсохшие, подгнившие или поврежденные корешки. В подготовленные лунки помещают рассаду из горшка с комом земли или деленки на 2-3 см ниже уровня земли. Корни хосты аккуратно расправляют, засыпают землей, приминают и обильно поливают. Участок вокруг корня мульчируют измельченной корой. Уход за хостой. Если хоста растет в плодородной почве, то ее можно не подкармливать 3-4 года. Основная подкормка для хост – перегной и компост, которые вносят осенью в виде мульчи. Минеральными удобрениями увлекаться нежелательно, но если вы решили, что они нужны, рассыпьте вокруг хост гранулированные удобрения после дождя или обильного полива. Жидкими удобрениями – корневыми или корневыми – подкармливают растения раз в две недели до середины июля, а потом прекращают, иначе хоста будет продолжать наращивать новые листья и не успеет подготовиться к зиме. Почва вокруг растений должна быть все время влажной, особенно вокруг молодых хост, поэтому очень важно вовремя поливать растения, причем полив необходимо проводить ранним утром и под корень, а не по листьям, которые портятся от попадания на них воды. Кроме того, струя не должна быть сильной, чтобы почва не уплотнялась, а наоборот, могла напитаться водой как можно глубже. Сигналом того, что растениям не хватает воды, служит потемнение кончиков листьев хосты. Если вы заинтересованы в том, чтобы куст хосты выглядел аккуратно, вам придется выламывать молодые цветоносы, иначе после цветения хоста развалится. Рыхлить и пропалывать хосту нужно только на первых порах. Когда она разрастется, сорняки ей будут уже не страшны. Через 3-4 года хосту нужно разделить, поскольку она сильно разрастается. Выкопайте хосту и отделите от главного корня молодые черенки – здоровому растению это не повредит. Болезни хосты. Хосты – растения неприхотливые, но американцы утверждают, что чем больше сортов хост в вашей коллекции, тем выше риск получить зараженный экземпляр. Иногда слабые или подмороженные весенними заморозками хосты поражает филостикоз – грибковое заболевание, проявляющее в виде желто-бурых сливающихся пятен на листьях. Иногда цветоносы поражаются грибком. Зараженные растения удаляются и сжигаются, а почва в этом месте дезинфицируется. Страдает хоста от серой гнили и от склеротинии. Гниль поражает листья хосты, борется с ней фунгицидами, в основе которых – фальпет. Сплеротиния – грибок, белая ватная плесень, пагубная для корневой шейки хосты. Ее устраняют дехлораном. Главный вредитель растений – слизни. Признак того, что хоста привлекла этих садовых вредителей – большие дыры на листьях. Бороться с ними просто – расставьте вокруг хост ложки с пивом и через день пройдите и соберите слизней, которые сползлись попить пивка. Кроме слизней к хосте неравнодушны стеблевые нематоды. Признаки их жизнедеятельности выглядят, как растекающиеся между жилок листьев некротические пятна желтого цвета. Обнаружить появление нематод поможет несложный тест. В тонкостенный стакан положите мелко нарезанные листья хосты, залейте их на полчаса водой, а потом посмотрите содержимое на свет. Если есть нематоды, то вы увидите, как червячки плавают в воде. Бороться с нематодами невозможно, поскольку химические препараты не уничтожают отложенные ими яйца, и они на следующий год дадут новых нематод. Растения придется истребить в радиусу двух метров от пораженного экземпляра. Опасность для хосты представляют гусеницы, которые, появившись неожиданно, могут уничтожить все растения целиком всего за одну ночь, а также жуки и кузнечики, после нашествия которых листья выглядят как швейцарский сыр. Избавить хосту от насекомых могут только инсектициды. Хосты после цветения. После того, как цветы увянут, цветоносы необходимо удалять. В сентябре начинается подготовка хост к периоду покоя. В это же время цветоводы рассаживают хосту. Сначала, за полчаса до рассадки, нужно хорошо полить участок, на котором предстоит работать. Потом кусты выкапывают и разделяют таким образом, чтобы каждая часть имела одну или больше лиственных розеток. Рассаживают их на расстоянии 25-35 сантиметров друг от друга, закапывая на ту же глубину, на которой находилось материнское растение. Корни хост разрастаются горизонтально, поэтому ямки должны быть широкими. После посадки растения нужно первое время обильно поливать. Закончить процесс деления и рассаживания хост нужно до середины сентября, чтобы новички успели пустить корни на новом месте до наступления осенних холодов. На укоренение молодым хостам понадобится 4 недели. С весны эти деленки начнут разрастаться достаточно быстро, через 2 или 3 года они станут взрослыми крупными растениями. Осенью проводятся работы по утеплению участка с хостами в преддверии зимы. Для этого участок мульчируют листовой землей. Особенно в этом нуждаются хосты, растущие под деревьями. Благодаря мульче у хост не будет недостатка в питательных веществах, поглощаемых корнями дерева. Мульча, кроме прочего, приподнимает уровень цветника, и это улучшает дренаж почвы. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго, до новых встреч на floristics.org.ua